Виталий Васильевич, вы так улыбнулись, то ли скажете сейчас, хорошая депутата, вот сюда, сюда, выходите, да, то ли хорошая, скажете депутатам, что все в порядке, люди скоро будут довольны, будут с газом, то ли скептическая улыбка, ничего не получится. Добрый день, добрый день, уважаемые депутаты. Ну, я не могу сказать, что с городом уж совсем не ведется работа, и здесь по департаменту муниципальной собственности, наверное, самые маленькие вопросы, мы, в общем-то, с ними в ценовой политике аренды газопроводов приходим всегда в согласие. И необходимо отметить, что Горгаз берет именно у города в аренду, то есть городу платит денежные средства, пусть небольшие, но это денежные средства, а мы не берем в эксплуатацию, то есть с города мы дополнительные нагрузки материальные тоже не идут по этим газопроводам. Поэтому еще раз подтверждаю политику Горгаза, Краснодар Горгаза, что мы будем брать эти муниципальные газопроводы, построенные по муниципальным программам, в аренду, не в эксплуатацию, будем оплачивать за них арендную плату. Ну, Вера Федоровна, не в этом дело. Если уж брать Лазурный и Малая Земля, ну, правильно вы говорите, это дела давно-давно уже должны были завершиться. 180 домов в Лазурном, 80 домов. Ой, 80 домов и Малая Земля, 80 домов. 260. Это только распред. Нам еще урезать надо этих людей. А сегодня идет социальная газификация, все, наверное, в курсе этой проблематики, этого вопроса, что мы должны делать это все быстро, мы должны там бесплатно, да, абсолютно верно, до границы земельного участка, но не буду уж тут задерживать ваше внимание. Что здесь по этому объекту? Основная задача не устранены замечания. Замечания именно по строительной части. Ну, тут не вопрос муниципальной собственной передачи. У нас уже есть те объекты, которые мы взяли под какие-то гарантийные вещи, под гарантийные обязательства, но они до сих пор так и у нас без устраненных замечаний. Заказчик всем известен, мы не проводили там работы, соответственно, при всем желании мы их документально не можем устранить. То есть Сухов Борис Борисович нам неправду сказал, что все замечания... В 2015 году выданы техусловия на строительство на один год. Единая служба заказчика, да, физика построена, газопроводы высокого давления. В настоящее время информации у нас о сдаче газопровода в Ростекснадзор не поступало. Информации к вам не поступало, да, о принятых всех этих замечаниях, об устраненных замечаниях? Да, мы готовы отработать их всех вместе, в том числе и с привлечением наших специалистов. Ну, по октябрьскому победителю тут, это перспектива, по победителю у нас проектирование в этом году заканчивается. Это вот, там 295 домов тоже на всякий случай. Проектирование заканчивается в 2022 году по нашей инвестпрограмме сдача этого газопровода. По Белозерному тоже замечания. Ну, вот если по Лазурному я с собой не взял, по Белозерному порядка 20 замечаний. Они все не, там, катастрофического какого-то значения, они все устроенимы. Надо быстрее взять да сделать. Ой, Виталий Васильевич, это надо разобраться. Вот мне представил копию акта приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы в Белозерном. Здесь все подпосписи есть. Ира Федоровна, разберемся. Если все эти есть, то тогда будем принимать вопросы. То есть по Лазурному еще второму отделению замечания не устранены. По Малой земле поселка Лазурно тоже замечания не устранены. Старая застройка, хутор Октябрьского и победитель тоже есть замечания. Правильно поняла вас? Нет, по победителю это инвестпрограмма 2022 года сдача. Нет, замечания. А по всем остальным? По программе газификации. Да, по всем трем. Хутор Октябрьский. Вот смотрите, более-менее свет в конце тоннеля виден по Лазурному, Малая земля и Белозерном. Я считаю, что если там все возьмутся за свое дело, то к Новому году там должно быть в подводящем газопроводе газ. Белозерный и поселок Лазурно, Малая земля. А второе отделение Лазурного там есть? Это тоже так же, да. Так же, как и поселок Лазурно, Малая земля, да? Угу. Так, остается только у нас поселок Победитель и Октябрьский. Ой, Победитель нет, Октябрьский. В октябрьских, то есть, в октябрьских, там 190 домов порядка. В рамках региональной программы по инициативе администрации Гургаз в настоящее время выполняет проектирование газовых сетей для земельных участков, предоставленных многодетным сетям, семьям в хуторе Октябрьском. Это тоже следующий год. Ну и кроме того, тут еще один газопровод Газпром-газораспределение Корснодар ведет в соответствии со своей региональной программой от ГРС-4А до поселка Октябрьский, что также повысит надежность газоснабжения этого хутора. Ясно. Вопросы? Садаян Зорко Станович, пожалуйста. Петя Владимирович, ну тут вот есть акты водоэксплуатации, в принципе, ваши же подписались, и еще год назад белозерным, а почему до сих пор не подключены? Ну, я разберусь, какие там замечания, чего там было выделено. Так они уже приняты. Какие замечания могут быть? Если приняты, тогда только муниципи. Приняты год, а почему не подключают белозерные? Вы пришли на планерку, не готовы. Вы говорите, сейчас я разберусь. У вас есть документы, в двадцатом году подписанные. Посмотрите, какие замечания. Все по одному. А к чему идет встреча? Ну давайте быть объективным. Мы знаем, бывают ошибки, но я понимаю, что это опасный объект. Ну тут в чем дело? Ну мы как эксплуатант должны это все делать. Ну у вас, получается, сотрудники вводят вас в заблуждение, что ли? Ну здесь в Гургасе. Виталий Васильевич, вы шли действительно на планерку, минуточку, вы шли действительно на планерку и очевидно вы видели повестку дня. Там конкретно указаны поселки, где необходимо выполнить работы. Именно ваша организация. Вы не посмотрели даже акты, которые давным-давно уже приняты. Вера Федоровна, этот объект Гургас не принимал. Этот объект сдан актом ввода в эксплуатацию застройщикам. Я как эксплуатант этого особо опасного объекта должен его принять. На сегодняшний день порядка 20 замечаний по этому объекту есть. Хорошо, разберитесь, пожалуйста, вместе с департаментом строительства со службой заказчика. Борис Борисович, а вы тоже самое. Идете на планерку, подготовьтесь, какие замечания у вас еще есть. А их очень много. И когда вы выполните этот объем работы? Поэтому абсолютно было правильно замечено. В августе месяце, ну, наверное, в августе было совещание по этому вопросу. И все в курсе этого объекта. Завершите эти мероприятия, еще раз говорю, там катастрофы никакой нет. Но если заказчик его не сделает, мы в эксплуатацию его не примем. Заказчик сделает. Все сделает. А приемки чьи это? Кто? Это исполнитель работ сдал объект в эксплуатацию. Кому? Объект принял председатель комиссии Епископиан, представитель эксплуатационной организации ДАК. А вы не принимаете? И год уже это как бы подвешено. Потому что у нас замечания. А какие ваши замечания? Вот они. По Белозерному? Да. Можно посмотреть? Пожалуйста. А зачем тогда сдавать? Я читаю ничего. Я читаю. Борис Борисович, можно прокомментиру? Ну, если бы они сами эксплуатировали. Можно я поясню? Минуточку. Друзья, записывайтесь для разговора. Борис Борисович, вы знали о этих замечаниях по Белозерному? Замечания ваши? Что это вы делаете? Замечания? Ваше замечание, которое мы сейчас говорим. Они еще, по-моему, с 2020 года. Да не. 2021-2010. Это я взял последнюю бумагу. Это последняя в хронологическом порядке бумага. Слушайте, а вы что, вместе не могли собраться и до совещания депутатского обговорить все эти вопросы, узнать, какие у вас недоделки и передать Гургазу? И наш Гургаз был, и наш Гургаз был. Все нормально были, все беседовали, все разговаривали. Ну, а вот или нет, там? По крайней мере, несерьезно. Ответственный руководитель, а ведете себя, как дети несмышленные. Так нельзя. Люди ждут. Люди ждут. Газ надвигается зима. А вы здесь спор устроили на совещании. Я еще раз задаю вопрос. Вы знали о этих замечаниях, о которых говорит сейчас Виталий Васильевич? Не знал, я же так говорю. Не знал. Как же вы встречаетесь, как же вы оговорите все эти вопросы, как же вообще решаете эти вопросы? А какие вопросы были подняты на том совещании, на котором я проводил? А к 20-м годам создан и принят. Акт приемки, правильно что я читаю? Акт приемки. И вы год не можете свести концы с концами. Вы что приняли? Кто принял? Кому приняли? Куда приняли? Все группы, все подержали. Получается, что эти акты, что, незаконные, что ли? Я не пойму. Как это понимать? Так, коллеги, вопрос следующий. Гелуненко, Татьяна Васильевна, пожалуйста. Я первый вопрос хочу задать. Что такое подводящие пути? Это докуда? Я понимаю. Распределительный газопровод. До границы жителей. Вера Федоровна, да, поэтому я задаю вопрос. Может быть, я чего-то не понимаю? Вот вы видите подводящие. У нас уже газ в Белозерном, он уже врезан. Эти трубы пришли. Уже они готовы. Они уже собирают пакет документов, которые как бы для оформления. Поэтому у нас подводящих на Белозерном делать не надо. И когда последнее совещание было, там были единицы замечаний, которые все представители тех организаций, которые были, они сказали, мы все это быстро устраним. Единственная проблема, а передача в аренду этих помещений. Все. Поэтому о каких 20 замечаниях? Может, они тут выросли, конечно, за два месяца. Еще какие-то замечания. Поэтому о подводящих уже давно подведено. А годы? Так, Бердникова Алексея, вы хотите прокомментировать? Да, что я комментирую. Что Татьяна Васильевна, о чем вам говорили? Ну, я только могу подтвердить о том, что, да, действительно, заявки поступают из этих населенных пунктов. Но на сегодняшний день мы не можем их присоединить к тем уличным газопроводам, которые есть на самом деле. Подтверждаю, что они там уже все проложены, физика есть. Устранить замечания, отдать нам в аренду все вопросы. Разберитесь с этими актами, которые...